Всем привет, мои дорогие! Тема сегодняшнего видео это косметика Maybelline. Здесь я вам покажу свои новинки и свои любимки, поэтому кому интересно, кто также любит косметику Maybelline, как и я, оставайтесь со мной. Первая моя новинка и уже моя любовь, про которую уже все слышали и видели, наверное, ее в продаже, это знаменитая их палетка теней под названием The Nudes. Если честно, я ни разу не пожалела о ее приобретении, потому что все последнее время у меня ручки просто к ней тянутся, все остальные тени отошли у меня на задний план, поэтому очень ей довольна. Конечно, упаковочка неказистая, самая обычная, это дешевый пластик, внутри нет никакого зеркальца, правда, есть вот такой прорезиненный спонжик двусторонний и при помощи него можно спокойно себе сделать макияж. Вот такие красивые тени, здесь 12 оттенков, есть и матовые, и перламутровые, и шиверные, у них такая приятная шелковистая текстура, у них хорошая насыщенная пигментация, они прекрасно отдают свой цвет, хорошо распределяются, не осыпаются, тушуются, в складочку они не забиваются, но я предпочитаю эти тени наносить поверх кремовых теней от Maybelline, также Color Tattoo 24 часа стойкости. И вот на них они просто держатся как прибитые, не стускнеют, никуда не скатываются, не пропадают. И сегодняшний мой макияж выполнен также при помощи данной палетки. Мне кажется, что эти оттенки очень универсальны и подойдут абсолютно любому цветотипу. Даже я со своим холодным цветотипом использую все вот эти 12 оттенков и очень довольна. Качество изумительное. Девочки, многие писали и говорили о том, что стоит она дороговато. Да, в наших стационарных магазинах цена этой палетки доходит до 500 гривен. Но на сайте, где я ее заказывала, она стоит меньше 300 гривен. Это парфюмерия ей. Как всегда, все ссылочки я оставлю под видео. Кому интересно, можете прийти и посмотреть на эту бюджетную цену. И палетка реально достойная и стоит своих денюжек. Если даже вы новичок и не знаете, что себе прикупить, можете взять себе такую палетку. Тем более, здесь расписано, как цвета можно сочетать и какие макияжи можно делать. Это очень удобно. Прямо рада, рада, рада этой палеточкой. Следующее, это кремовые тени Color Tattoo 24 часа стойкости. Раз начала уже про них рассказывать. Я вам сегодня покажу свои самые-самые три любимых оттенка. Первый, это, наверное, все о нем уже знают, 40-й перманент тап. Очень интересный, такой сложный. Он и серый, и сиреневый, и коричневый. Оттеночек, плотная такая текстура. И конкретно этот оттенок, он не скатывается. У него такая насыщенная пигментация. Здесь нет никакого шиммера, он матовый. Я знаю, что многие этим оттенком оформляют себе брови. Он уже у меня начал подсыхать. Вот есть один существенный недостаток у этих кремовых теней Color Tattoo 24 часа стойкости, что где-то через год они начинают подсыхать. Если честно, я не успеваю ими полностью допользоваться. Этот у меня уже начал подсыхать. Но оттенок, конечно, шикарный. Он никуда не плывет, не течет, не скатывается. Просто его обожаю. Правда, брови я им не оформляю. Мне он немножечко не подходит. Следующий мой любимый оттенок, который очень тяжело найти в продаже, это оттеночек 65 Pink Gold. Розовое золото. Очень красивый. Вот здесь уже есть такой беломутр шиммер. Красивый розовый оттенок. Его нужно все-таки закреплять какими-то сухими тенями, потому что он может часа где-то через 4 скатываться в складочках века. Но оттеночек очень красивый. Правда, он еще не всем подойдет, потому что на некоторых веках он может создавать такой болезненный вид. Но вообще тени также классные. И последнее мое приобретение, моя просто любимка и мазхев на все года, которые я буду покупать и покупать, это оттеночек 91 Крем Де Роз. Он такой нейтральный, бежево-с розоватым подтоном. Чем-то напоминает даже тональный крем. Веком он придает здоровый вид. Здесь опять же нет никакого шиммера, перламутра. Он исключительно матовый. И этот оттенок я использую как подложку, как базу, как основу под тени. Потому что тени прекрасно на него ложатся. Они смотрятся более ярко. И держатся просто как прибитые в течение всего дня. Никуда они не уползают и не скатываются. Поэтому это просто моя любовь. Я просто обожаю. И никакая там база и основа под тени не заметит мне эти кремовые тени Color Tattoo в оттенке 91 Крем Де Роз. Вот могу вам от чистого сердца посоветовать этот оттеночек. Я знаю, что ни одна я такая, которая так сильно любит этот оттенок Color Tattoo 24 часа стойкости. Следующее, что касается теней, это моя любимка. Также Eyes Studio. Тени называются двоечки. И оттеночек конкретно 70 Shine Nude. Это у меня уже, наверное, третья упаковочка. Они не матовые. Они такие блескучие, перламутровые. Два оттенка. Один такой бежевый, а другой очень интересный, сложный оттенок. Он и голубой, не голубой, и серый, не серый. Очень интересный. У них, опять же, насыщенная, классная, просто бешеная пигментация. Они прекрасно отдают свой цвет, прекрасно распределяются и хорошо держатся. Вот такие красивые яркие оттенки. Я люблю использовать их самостоятельно, конкретно зимой. Мне кажется, очень красивый получается такой зимний макияж. И даже у меня все спрашивают, что у меня такое интересное на веках. И самостоятельно также люблю использовать вот этот серо-голубой оттенок. Оформляю нижнее веко, как сегодня. Мне кажется, такой получается ясный, живой, свежий взгляд. Поэтому могу вам также посоветовать оттене. Качество замечательное. Они запеченные. Их очень и очень надолго хватает. Вот такие вот. С тенями это все. Также для макияжа глаз у меня есть вот такая любимка. Это карандаш, который называется Master Coyal. У меня пока только один оттенок. Это, конечно же, темно-зеленый. И для моих болотных глазок это самое то. Очень красивый, такой благородный, темно-зеленый оттеночек. Очень красивый. Пигментация просто бешеная. Очень приятная текстура. Он немножечко пудровый. И при помощи этого карандаша я оформляю себе или нижнее веко, или рисую такую цветную стрелочку. Очень красиво получается. Хорошо рисует. И при этом он не растекается, не размазывается и имеет хорошую стойкость. Но обычно все свои стрелочки я рисую поверх сухих теней. Поэтому очень довольна. И в планах я хочу приобрести такой еще себе синий и черный. Если честно, он просто какой-то нескончаемый. У меня его еще очень много, а я пользуюсь им уже больше двух лет. Поэтому очень достойный продукт от Maybelline и стоит копеечки. И последнее, что касается макияжа глаз. Это вот такая тушь. Моя, кстати, новая упаковочка, но далеко не первая. Это тушь супер веерный объем, который называется Lash Sensational. Очень много на нее хвалебных отзывов. И я присоединяюсь ко всем ним. Потому что тушь реально классная. У нее моя любимая силиконовая щеточка. Она такая пушистая, изогнутая. И тушь имеет насыщенный черный цвет. Это просто здорово. Она классно распределяется. Она комочком не создает. Она мне хорошо разделяет реснички. Придает им объем и немножечко удлинение. И что очень классно, она стойкая. И до последнего она не сыпается. Для меня это просто огромнейший плюс. И она нескончаемая. Не хватает ее точно на полгода. Поэтому очень довольна этой тушью. И спасибо тем девочкам, которые, когда еще первый раз я приобрела, в комментариях под видео написали, что это тушь термо. И она снимается обычной тепленькой водичкой. Потому что мицеллярная водичка довольно-таки проблематичная. Ее снимает. А вот тепленькая водичка без проблем. Поэтому я ее полюбила и буду покупать и дальше. И когда я не знаю, какую тушь себе заказать, я выбираю вот эту Lash Sensational. И также на сайте парфюмерия Ей я видела такую же тушь, только водостойку нужно будет заказать. Там, по-моему, голубая надпись. У нас в продаже я такой не видела. С макияжем глаз это все. И далее плавно переходим к макияжу губ. Конечно, сегодня я вам показываю далеко не всю косметику, которая есть в моей коллекции от Maybelline. А только лучшая из лучшего. То, на что реально стоит обратить ваше внимание. И то, что я заказываю себе уже не первый раз. И буду дальше себе приобретать. Первая губная помада из увлажняющей серии. Кстати, она уже давно представлена у Maybelline. И конкретно оттеночек 117. Я его просто обожаю. Это далеко уже не первая помадка в этом оттенке. И по финишу она мне даже больше напоминает блеск для губ. Она абсолютно не матовая, не глянцевая. Она идет шиммерная. Очень красивый нюдово-розовый оттеночек. Он немножечко выбеливает губки и очень красиво смотрится. На солнышке это все переливается прямо как блеск. Просто замечательная. Абсолютно не сушит губы. Наоборот, увлажняет и подпитывает. Конечно, она не стойкая. Ее нужно будет довольно-таки часто подправлять. Но оттенок и результат того стоит. Очень довольна. Следующие две помадки. Это у нас серия Color Sensational. Один оттеночек 140. Это глянцевый эффект. И второй также с перламутром. Это мое последнее приобретение. Оттеночек 132. Давайте начнем с оттенка, который сегодня у меня на губах. И эта помадка у меня уже подходит к концу. Оттенок 140 Intense Pink. Здесь никаких блесточек нет. Просто получается такой влажный эффект. Очень красивая такая розовая. Более насыщенного цвета помадка. Я ее просто обожаю. Она очень красиво смотрится на губах. Мне кажется, этот оттенок очень универсальный. И он многим подойдет. Я обожаю у этой серии Color Sensational аромат у помадки. Он такой приятный. И у этих помад нет ни приятного, ни запаха, ни привкуса. Они абсолютно мне губы не иссушают. Очень довольна. И обожаю этот оттеночек. Как только у меня закончится 140-й. И обязательно куплю себе еще одну упаковочку. И последнее мое приобретение. Это помадка также с этой серии 132 Sweet Pink. Также красивая такая розовая, нюдовая. И здесь уже есть крепление блесточек. Они совсем незначительные. В первой вывлажняющей, конечно, они более крупненькие. Но очень также красиво смотрится на губах. Очень такой красивый, нейтральный оттеночек. Опять же, очень универсальный. Но аромат просто шикарнейший. Обожаю просто губные помады от Maybelline. И считаю их одними из лучших. И последняя помадка жидкая. Даже, наверное, это, по-моему, называется лак для губ. Color Elixir. Оттеночек у меня 105. Также такой красивый, нежно-розовый. Но я думаю, что уже всем понятно, что в губных помадах я предпочитаю розово-нюдовые оттеночки. Мне кажется, что они наиболее лучше смотрятся на мне. Более яркие оттенки я предпочитаю именно в тенях. Что касается этой жидкой помадки или лака для губ. У нее очень такой удобный, приятный спонж нанесения. Красивый оттеночек. Довольно-таки плотное покрытие, приятное. Здесь есть крапление шиммера, поэтому на солнышке это смотрится все очень и очень красиво. И держится для такой текстуры довольно-таки неплохо. Очень красивый оттенок. И, наверное, при возможности я обязательно себе прикуплю более яркие оттенки такой жидкой губной помадки. И, опять же, запах, ну просто на высоте, очень приятные ощущения при нанесении этой жидкой помадки. И красиво все это смотрится. Вот, в принципе, и все, что я хотела вам показать из самого-самого моего любимого из косметики Maybelline. Надеюсь, вам понравилось данное видео и хоть чем-то оно вам пригодилось. Я с вами поделилась своими любимками от Maybelline. А теперь вы, пожалуйста, напишите мне в комментариях, что больше всего любите вы из Maybelline. Мне будет очень важно и интересно почитать ваши комментарии. Теперь точно все. И всем пока-пока. До новых встреч, мои хорошие девочки. Чао!